План Украины на Россию и на СМИ. Россия. 12 марта 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко планирует провести зачистку Донбасса после ввода миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил украинский блогер Мартин Брест после встречи с президентом. По его словам, миротворцы перекроют украинско-российскую границу и позволят всу уничтожить ополченцев Донбасса. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности, потом заходят в СУ и защищают Донбасс в стиле «безоружие оживи, с оружием, смерть», написал блогер в Фейсбуке, 10.03. При этом амнистия для граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР или НР, не предусмотрена. Ранее другой блогер Мирослав Олешко, который известен постами в поддержку действующей власти, сообщил на своей странице в Фейсбуке, что общение с президентом прошло в теплой атмосфере. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили актуальные вопросы и путь к нашей общей победе, цитирует блогер Вести, 10.03. С 5 марта на Донбассе начало действовать так называемое «абсолютное перемирие». Три дня спустя на линии разграничения задержали главу Центра освобождения пленных Юрия Рубана. У Украины имеется потенциал для захвата некоторых территорий России. Об этом заявил экс-глава правого сектора, основатель украинской добровольческой армии, запрещенной в России организации, примечания редакторов, Дмитрий Ерош. По его мнению, для победы Украине нужно зачистить Донбасс от деструктивного антигосударственного элемента и вернуть Крым. Если мы касаемся Донбасса, это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границе того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года, сказал Ерош в эфире телеканала ЗИК, 09.03. Он добавил, что затем можно будет подумать о захвате Воронежа и Кубани. Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь, у нас Кубань, Донщина, территория Ростовской области, примечания редакторов. Воронеж, заявил Ерош обозревателю, 09.03, что конфликт на Донбассе должен закончиться как минимум на границе с РФ, а лучше, в российской столице. Что касается меня, то моя фамилия, Сухаровский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаровской. Так вот, я бы хотел, чтобы война закончилась там. А вообще, это выход на границы. 24-го года независимости все переговоры по демаркации границы срывались с российской стороной. Поэтому демаркация так и не состоялась и я хочу дослужить до того момента, когда это произойдет, заявил интервьюер Ваемый. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях позволит украинской армии вернуть аннексированные России и Крым. Об этом сказал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров, передают украинские новины. Реализация этого закона приведет к тому, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут освобождены, а также выполнение этого закона позволит вернуть временно оккупированный Крым, сказал он. Также Генштаб приветствует, что в законе Россия определена как государство-агрессор. Генштаб отрицает, что закон имеет юридические недостатки и недоработан. По словам представителя юридического управления, закон своевременный и доработанный. После президентских выборов России Владимир Путин сделает ставку на раскачивание ситуации на Украине. Одно из свидетельств того, что реализация этого плана Кремля уже началась. Задержание переговорщика Владимира Рубана с арсеналом оружия на Донбассе. При этом Москва вряд ли пойдет на деэскалацию войны на востоке Украины, полагает военный обозреватель Апострофа, 09.03. Призыв представителя ГАЗДЕПа США Курта Волкера усилить антироссийские санкции за оккупацию Крыма, это четкий сигнал о недоговаребенности РФ в мирном урегулировании ситуации на Украине. Поэтому каких-то послаблений от агрессора ждать не следует. Впереди президентские, парламентские и местные выборы на Украине. Чтобы привести к власти пророссийские политические силы спецслужбы Кремля будут использовать весь имеющийся арсенал гибридных средств, от информационных а так до терактов. То, что время таких действий пришло, ярко иллюстрирует задержание ценного кадра путинского кума, Виктора Медведчука, примечания редакторов, псевдогенерала Рубана, с целым арсеналом оружия на одном из КПВВ на линии разграничения. Продолжится дискредитация Украины на международной арене. Задержание Владимира Рубана – начало более глубоких процессов, нежели просто борьба с терроризмом. В происходящем есть признаки как передела контрабандных потоков, так и конкуренции между силовыми ведомствами. Кроме того, время, выбранное для операции показывает желание банковой переключить внимание на арест Рубана с провальных в информационном плане посылов. Наконец, ситуация может иметь простое логическое объяснение. Пишут вести, 09.03, Петр Порошенко готовит ввод миротворцев, а арест Рубана, страшилка, не будет голубых касок, погрузимся в пучину анархии. Прежде всего, важно понимать, к какой из групп влияния внутри Украины имеет отношение Рубам. Близкие к банковой, и власти в целом, спикеры однозначно протянули ниточку к Виктору Медведчукку. Это, безусловно, маленькая победа над пятой колонной, в данном случае, над командой Медведчука, отметил в Фейсбуке нардеп от НФ и бывший силовик Дмитрий Томчук. Вопрос в том, для чего предназначалось это оружие и боеприпасы и зачем Медведчук рискнул таким своим ценным кадром. Спецпредставитель Газдепа США по Украине Курт Волкер в интервью к Ринформу, 10.03, рассказал о некоторых актуальных вопросах Минского процесса, ситуации с Крымом и реинтеграции Донбасса. США, как заявил дипломат, не признают принудительную аннексию Крыма России, считает это нарушением международного права, а Россия является оккупационной силой. Говоря об урегулировании ситуации на востоке Украины, Волкер отметил, что мяч сейчас на российской стороне. Мы обобщили соответствующие параметры миротворческих сил, которые нам нужны. Мы обсудили вопрос об их развертывании, включая географию и усиление мандата. В этом мы получили широкую поддержку со стороны европейских партнеров, членов Совета безопасности ООН. Когда я прошлый раз встречался с господином Сурковым в январе, мы обсудили эти предложения, и сейчас ждем обратной реакции. Возможность принести мир на восток Украины сейчас находится в российских руках, заявил Волкер. Благодаря акции «Прикрути», во время акции Украина сократила потребление газа на 14%. Примечание редакторов, Украина укрепилась в имидже надежного партнера в глазах стран Евросоюза и всего мира. Об этом заявил президент Петр Порошенко. В то же время, уверен президент, для России конфликт вокруг газового транзита стал имиджевой потерей. Посмотрите, как реагирует мир, Украина, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям, Украина, которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства. И Россия, которая отказалась выполнять решения стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж, цитирует Порошенко телеканал 112, 07.03. Это скажется и на реализации проекта «Северный поток-2», уверен президент. Ему будет сложно получить поддержку среди европейцев в ситуации, когда Россия пытается использовать газ не как обычный товар, а как средство политического давления. Министр иностранных дел Украины Павел Климкен заявил, что на Украине нет антивенгерских настроений и компаний, а провокации – это попытка дестабилизировать ситуацию на Закарпатье. Об этом Климкен заявил, комментируя поджог в Ужгороде здания общества венгерской культуры Закарпатья. Последним примером является понимание, что сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где у нас есть венгерская община. Сейчас уже прекрасно понятно, что организаторы этих событий исчез в Приднестровье, где есть полный стопроцентный контроль российского ФСБ. Поэтому все, кто пытается говорить о будто бы каких-либо антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании, должны обращаться в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ. «Я уверен, что Москва будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию там, и мы должны последовательно этому противодействовать», – цитирует Климкен и телеканал 112-05.03. Климкен добавил, что правительство не даст угрожать гражданам Украины венгерского происхождения.